Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Утро под серебряным дождем Вот это интересно Зачем же это так понадобилось Сейчас Соединенным Штатам Америки С Павлом обсудим После 9 часов утра Прокачу вас на автомобилях Вместе с Олегом Сергеевичем Осипом В 10 часов В программе Все что движется Ну и в 11 часов Поскольку сегодня вторник Естественно Мьюзика из Дианса Авторская программа Павла Кириллова Начнем с новостей Вот как раз таки Компьютерных новостей Почему ты сегодня первым захотелось Вот я бы себе такое кресло Ты бы себе такое кресло купил Честно говоря нет Ну не купил Не понимаю смысла А вот если подарили бы Ну если подарили бы Это уже другое дело Вообще Мне странно Что так долго тянули Потому что аналогичная технология В автомобилях Применяется очень давно Значит Представлено первое в мире Игровое кресло Со встроенным вентилятором Нет Не за спину Нет Вы не Карлсон Но приблизительно В этом же месте А куда дует Вот дует в спину Как раз таки Дует именно в спину Значит Чтобы продуло наверняка Видимо да Кугар Это очень известная компания Которая производит Компьютерные кресла Так вот вентилятор Расположен в центре спинка Спинки Что позволяет воздуху Охлаждать не только спину игрока Но и все тело Там специальные воздуховоды сделаны Вентилятор оснащен подсветкой Который выполняет еще и Такую декоративную функцию В кресле есть магнитный подголовник Который можно регулировать по высоте В спинку встроена подушка Под поясницу Для поддержания нижней части спины А само кресло сделано из дышащей кожи Сидения имеют форму ковша Для правильного распределения веса тела И кроме того Компания еще кстати Одно кресло представила Ход рот И в особенности в том Что спинка разделена на несколько зон В которых используются наполнители Разной жесткости Вот уж не знаю зачем это Но вентилятор спинеет забавно Нет ну может быть он как-то там Правильно распределяет Знаешь по точкам Каким-то определенным Там тебя массируют Еще что-то Мне кажется В нынешнюю погоду Лучше бы с подогревом кресло не придумали С подогревом Пожалуйста Тебе на матрасник Как Саоми У нас сегодня вообще Утро начинается С таких электронных новостей И он с подогревом Вы не поверьте Дорогие друзья В буквальном смысле На матрасник Натягивается на кровать И имеет встроенную Сункцию подогрева Обогрев происходит При помощи пластиковых трубок Которые нагреваются водой Поступающей из внешнего блока Он сам плед Сам по себе Вот этот вот на матрасник Или плед Он не боится воды Если пролить жидкость Стоком не ударит Трубки легко снимаются Для стирки Он может Самое забавное Сам бороться с клопами И клещами В него встроена Очень интересная функция Он на пару часов В то время Когда им не пользуется Резко нагревается До 70 градусов Цельсия Чтобы убить всех насекомых И всяких жуков И бактерий Которые у вас Могут находиться на матраснике И посмотрите Вся эта роскошь Стоит всего 399 юаней То есть 5300 рублей Правда мне тут же понравился Мем в интернете Так Сяоми изобрели Крематорий для клопов А ты на нем спишь А ты на нем спишь Но согласитесь Это приятно Теплые матрасы Да Особенно когда еще Знаешь Вот это время Когда не дают отопление Тебе реально холодно И ты под двумя-тремя одеялами Спишь А тут у тебя все сразу тепло А потом Мы не раз с тобой говорили Что самое неприятное ощущение С утра Когда ты просыпаешься Из теплой кровати Тебе нужно вылазить Тебе холодное И все А тут у тебя матрасик Будет тепленький Можно в него обернуться И встать Давайте сделаем Первую музыкальную установку Сегодняшнего дня Это Herbalizer Вот так мы его назвали Seize Чтобы этот день День сегодняшний Чтобы этот день Чтобы этот день День сегодняшний Действительно Быстро схлопнулся По поводу к самомечтам И то что происходит Трансляция Кстати присоединяйтесь к ней Тогда вы сможете Еще и присутствовать При тех разговорах Которые ведутся За этим столом Вне эфира И в эфир Не выносится Дмитрий Я рассказывала про фильм Кошки-мышки Я про него обязательно Еще расскажу Когда он будет выходить В прокат Так что не пропустите Сегодня у нас будет Обзор сериальных Новинок Буквально Через 20 минут Пока продолжим С новостями Продолжим Опять же С Саоми Они нам порадовали Да молодцы Они теперь на сервис Выпустили Умную стиральную машину Miya Super Clean Pro Которая сама себя чистит Это просто радость Мне кажется Кайф вообще Всех владельцев машин То есть всех нас Чтобы вот этого Всего не было Значит у стиралки Целых 26 режимов стирки Есть умный режим Который сам выставит Все параметры Есть функции Стерилизации паром Функции Самоочистки И профилактики Внутренностей Как это хорошо звучит Черт по берегу Про стиральную машину И многое другое Также Ее можно подключить К телефону И удаленно Начать стирку И более того Еще просмотреть параметры Вот это вообще классно Представляешь Сидишь на работе Запускаешь стирку И она к твоему приходу Уже все сделала Для полного идеала Честно Мне не хватает Одной функции Какой Добавлять во время стирки Чтобы окошечко Можно было откидывать И во время стирки Что-нибудь добавлять А я думала Ты хотела Чтобы она сама Еще и забирала Нет Слушай Это вообще идеально Еще бы развешивала Да И сортировала бы его По цветам Да Нет Вот потому что Ты же знаешь Ну я не знаю У тебя такое происходит Или нет Вот ты забросил Кнопочку старт нажал Проходит минут 5 Забыл Два носка осталось Где-то на днище корзины А ты уже понимаешь Блин что делать В этом смысле Есть у конкурента Стиральная машинка С открывающимся окошком Серьезно Есть такая Есть Я не буду называть компанию Но они начали Они производят Такую стиральную машинку С открывающимся окошком Ну кстати еще большой плюс Вот этой машинке Про которую мы рассказывали В своеме Двадцать семь тысяч рублей Ну ты знаешь Тут мы должны с тобой Немножко поправиться Тут указана цена В юанях И скорее всего Для китайского рынка Черт тебя знает Сколько она будет стоить В России Вот ей богу Ну слушай Ну даже с наценкой Ну не будет она наверное Ну даже если это 30 тысяч Два да Это вполне Сейчас я не знаю Даже сколько вообще Нормальная стиральная машина стоит Ну Честно Не меньше 35 точно Мне кажется Меньше 30 они сейчас не стоят И дальше просто Вот выше и выше И там да Мили всякие Это там уже космические Конечно Так что это вполне себе Нормальная бюджетная цена Главное чтобы она долго работала Вот Вот именно Потому что ты покупаешь Какую-нибудь раньше Немецкую стиральную машинку И знаешь Что ее хватит лет на 20 Ничего с ней не будет А с этими вот неизвестно Годик-другой И она теща начинает Не надо нам такого Ладно Давайте продолжим Так Мы должны сразу сделать отговорку Что в данном случае Речь пойдет об организации Мета Которая признана в России Экстремистской И запрещена Как бы то ни было Они выпустили Специальную VR гарнитуру Я попробую описать словами Что это из себя представляет Потому что лучше посмотреть Конечно видео Фактически Это не планшет Это проекция изображения При помощи Специальной гарнитуры Или очков Которая находится Прямо перед вами Она как бы Вы ее чувствуете Как экран Но этот экран Вы можете двигать Виртуально Руками как угодно То есть куда вы поворачиваетесь Он за вами Вот у вас перед глазами Это всегда стоит Нет В том то и дело Что функция отслеживания Экрана там выключена Это бы как раз был Наедал Надоедало А эту штуку Ты как телевизор Допустим планшет Раз на каком-то месте Зафиксировал Допустим моешь посуду И у тебя где-то здесь Вот справа Сверху он играет Ты там помыла посуду Поворачиваешься куда-то За собой его отодвинула В ту же сторону Он как движущийся экран Там есть функция Привязки к глазам Но это не очень удобно Потому что он тогда Будет отставать И он фактически У тебя как Он проекция на лобовое стекло Вот у кого машина С проекциями скорости На лобовое стекло Меня поймут Тут ты можешь ее перемещать И чтобы она тебе как раз Не мешала Ну мало ты чем будешь заниматься Вот это вот было Знаешь там вот считывание На экране Да Вся вот эта информация Но фишка в том Что там новый чип Установлен в этой штуке Который сделал ее Настолько реалистичной Что действительно Абсолютно пугает Это как вот летающий монитор Я посмотрел видео Вот прям вот Как прилетающий планшет Ты как угодно его поворачиваешь Это настолько реалистично Ну что будущее наступило Будущее наступило Сколько видели В фантастических фильмах Такие штуки Вот сейчас кстати Между прочим Знаешь как-то Был юбилей фильма Вспомнить все Я сходила на него В кино В честь этого юбилея Но это года три Может быть назад Ты имеешь в виду Тот который со Шварценеггером Да который со Шварценеггером Вот ты там смотришь Сейчас вот Вот в детстве Мне казалось Что это какая-то Нереальная фантастика Потому что они там Знаешь вот По экранам Вводят пальцами Да А сейчас я думаю Ну да Вот она реальность Будущее наступило А что там фантастического А что такого Подумаешь На планшет Ну конечно же По поводу Плюс семь девятьсот три Семь девять Семь шесть Нашему слушателю Михаилу Блин Напомнили Не вытащил белье Из машинки После ночной стирки Окей А вот нам прислали Стиралка значит Вот к Сауми Вот она Нам прислали Вот эта стиральная машина С функцией сушки Вот ста тысяч Самая дешевая Девяносто три семьсот Это скрин С маркетплейса Спасибо вам большое Александр Зато у них есть Вот этот складной тазик Стиралка Которая всего Три тысячи стоит А это что такое Это такая маленькая коробочка Если у тебя места Вот нет Чтобы постирать Но он видимо Все таки на азиатский рынок Рассчитан Там же проблемы С площадью Да уж точно Жилья так скажем У нас тоже Ну да у нас тоже И вот она такая штучка Она ставится на стол Вот она не больше Такой коробочки Ну ты туда что-то закидываешь Вот она может тебе постирать Но она очень конечно Маленькая То есть туда Как малютка была Такая стиральная Что-то такое Ну типа того да Ну то есть какие-то носки Конечно там нижнее белье Ты наверное постираешь Но что-то вот Пуховик туда уже не залезет Ну слушай Майка засунется там Майка наверное засунется Я думаю пару футболок И сколько она стоит такая Четыре тысячи Четыре тысячи всего Вот это удобно Можно с собой носить На работу даже Ну я не уверен Что ты будешь ходить На работу со стиральной машинкой Ну мало ли Но в принципе это интересно В принципе это интересно Кстати по поводу квартир В Москве выставили За пять с половиной миллионов Квартиру-студию С панорамным унитазом Да Я не оговорился Дело в том что Поскольку площадь квартиры Всего шестнадцать квадратных метров И там надо расположить окно То ничего другого не придумали Кроме как в самом центре Этой студии Расположить туалетную комнату Она реально расположена За стеклом Я не знаю Есть ли функция У стекла Автоматического затемнения Но то что унитаз Стоит посередине Вашей студии В шестнадцать квадратных метров Это да Постой ну может быть Это вот то стекло Которое как бы Изнутри ты видишь Что происходит А извне не видишь Что внутри Снимок сделан был снаружи Унитаз был виден четко А Поэтому Вот тогда вопросов нет Понимаешь Вот так вот Ладно Давайте с другими новостями Не очень приятными Уже к сожалению Значит Ютуб каналы робототехники Исключили из шорт-листа Премии за верность науке Из-за видео О переезде IT-специалистов Соединенные Штаты Америки Об этом сообщает РИА Новости Замминистра науки Образования Дилис Секеринский Простите На заседании Урокомитета заявил Что наука миру Но не такой ценой Хорошая фраза Очень задумываешься Как пишет РБК Речь идет о Ютуб канале Про роботов На котором 14 октября Публиковали видео С названием Переезд США Для IT-профессионалов Стартаперы И иммиграция Виза для IT Секеринский Собственно предложил Не включать канал В список номинантов В категории Наука миру Из-за того Что там Стал размещаться Спорный контент Относительно возможности Получения американской визы Въезда в США Для организации Там стартапа Министр образования науки Валерий Фальков Согласился Со своим подчиненным Далее цитата Наука интернациональна Как я давно Не слышал Слово интернационализма С советских времен Вспомнили Значит наука Интернациональна Но у каждого есть родина Классная мысль В номинацию Наука миру Попали научно-пространительские проекты Цель которых Популяризировать Российскую науку И высшее образование За рубежом В том числе На других языках То есть переезд В другую страну Он как бы уже все Создатель собственно Про роботов Алексей Байкин Рассказал РБК Что ему никто не сообщал О выбытии с конкурса И заявил Что мы поддерживаем Всегда развитие робототехники В России В этом видео я говорю о том Что мы не призываем Никого уезжать А просто рассказываем О возможностях Которые бывают Необходимы В том числе И с расширением бизнеса Пояснил он Ролик о переезде в США Он уже удалил И по его мнению Оргкомитет поспешил С своим решением Увидев один лишь заголовок А само видео не смотрел Я Оргкомитету И кто у нас там Министерство культуры Вы не хотите обратить внимание На компанию Яндекс Которую в принципе По всему миру Сейчас офисы имеют Более того Они специально Свой стартап По развитию беспилотных технологий Полностью целиком Зарегистрировали В Соединенных Штатах Америки Здесь почему Не потому что Они такие редиски А потому что Там доступны технологии Которые применяются Для беспилотных технологий Потому что Лидары Чипы Мониторы Сенсорные Все это гораздо проще Оттачивать В Соединенных Штатах Америки Чего же вы Яндекс Не запрещаете В России Он так там вообще Ячейку иностранную имеет Так простите меня Яндекс вообще Вывозят пачками Своих специалистов В другие страны Офисы там строят И они там живут Причем канал я это смотрел Содержание этого канала Про роботов Парень молодец Он действительно Двигает современную науку Пытается доказать Что в России Что-то делают Зачем это нужно было делать Вот ей богу Ну у вас А ну интернационализм Не зря я слово вспомнил Даже министру И замминистра Хоть чем-то заниматься Хоть чтобы про них Хоть как-то вот вспомнили Как говорится Черный пиар А все равно пиар Кстати вот про то Как бы уехать Если кто-то задумался Например о том Где перезимовать У нас же это Частая история Вот Таиланд Увеличил срок Безвизового режима Для россиян С 30 до 90 дней Новые правила Будут действовать С 1 ноября 2023 года До 30 апреля Так власти Таиланда Хотят поддержать туризм Так что по сути Зиму можно провести В теплых краях Март в новостях Если не ошибаюсь Даже говорил о том Что согласно заявлению Таиланда Мы стали вторыми поставщиками Туристов в эту страну По объему То есть на первом месте По прежнему находится То ли Германия То ли Великобритания А мы на втором месте То есть количество наших людей В Таиланде В общем-то Настет Великорость Правильно Правильно Ну давай вернемся К нам К скрепам В Российской Православной Церкви Заявили Что к выбору изображений Для банкнот Следует подходить Тщательнее Внимательнее Надо быть Аккуратнее Как известно вчера Центробанк Представил новые купюры Тысячи И пять тысяч рублей Мы особо этому внимания Не уделили Ну представил И представил Там одна по-моему Нижнему Новгороду посвящена Если я не ошибаюсь А вторая Я не помню чему Чему-то еще Нижнему Новгороду Привожкам федерального округа Это тысячерублевая купюра А пятитысячная Я уже не помню Чем принадлежал Так вот На обратной стороне Иго-Серенбургу Иго-Серенбургу На обратной стороне Тысячерублевые купюры Посвященный Нижнему Новгороду И Привожскому федеральному округу Изображена башня Сюмбике В Казанском Кремле Которая венчает полумесяц Рядом с ней Музей истории государственности Татарского народа Расположенный в здании Бывшей дворцовой церкви Крест с этой церкви Убрали После прихода Советской власти На что отметил Центр ВРПЦ Они говорят Что полагая К отбору изображений На купюрах Следует подходить более тщательно Чтобы не создавать напряжение Там где его вполне может не быть Да и просто не должно быть Отметил глава РПЦ По взаимодействию Со средствами массовой информации Владимир Легойда При этом его заместили В синодальном отделе Вахтан Капшидзе Считая, что создателям Дизайна купюры Не удалось показать Казань Как межрелигиозный город Так там еще Казань что ли была Дело в том, что Крест с церкви убрали И его нет на купюре И все возмутились Соответственно Российская православная церковь Ну как? Они же уже там есть Пятысячные купюры Челябинску Посвященные Вот там написала Эльвира И вот нужно было Выступать с отдельным разъяснением Ну чтобы видимо Не обижать чувства верующих Которые возьмут себе В руки Купюру нового образца В тысячу или пять тысяч рублей Мне интересно Тот, который особо верующий Чувства Ух простите Конечно же Он обидит Он тоже эту купюру Будет отталкивать Уйди от меня Он будет ее выбрасывать Он будет ей пользоваться Она ему будет руки Наверное сжечь Как серебро вампиру Не знаю Давайте к другим новостями Опять же К депутатам Госдумы Вот перед бизнес новостями Самое время Придумали они еще один Необычный способ Увеличивать рождаемость в стране Теперь они предложили Переводить студенток Ставшими мамами Во время учебы С платного отделения На бюджетное Даже при отсутствии Вакантных мест Вот молодцы Как интересно Это будет устроено Не знаю Правительство эту идею Не поддержали Кого-то отчислять что ли Будут я не пойму Наверное Ну у нас партия Новые люди Ты знаешь То есть не забеременела Но учишься хорошо Отчислили да Ну потому что Есть те кто плохо учится Но забеременели А вот ты сейчас Не подсказывай Танюш Они сейчас ведь Так и будут делать Они скажут Так смотрите У нас 50% беременных Их надо срочно на бюджет А вы не беременеете А мы государство За ваше обучение платят Зачем вообще Что это такое Свободные Вы что специалисты Можете ходить В хорошем студенте Или на платное Пусть переходит Да Если Если Деньги значит есть Вот и учитесь на платке Так вот Давай продолжим Авторами инициативы Сталили депутаты Новые люди Предложенный Ими законопроект Предполагает Что перевестись На бюджет Смогут Родившие студентки Вузов и колледжей Для этого В учебных заведениях Специально будут Открыты дополнительные места Финансируемые За счет государства За счет банкет Возникает резонный вопрос То есть студентки Смогут перевестись На бесплатное отделение Даже если Не будет свободных Бюджетных мест По соответствующей Образовательной программе Вот как они тебе На это отвечают Депутаты считают Что такая мера Позволит расширить Социальную поддержку Беременных Женщин и семей С детьми В 19 лет В институте Окей Однако в правительстве Считают Что принять данных Законопроект Не получится В кабинете министров Отметили Что перевод Сплатного На бюджетное отделение Должен происходить За счет средств Учебного заведения А не государства А учебное заведение Конечно же готово Друзья Так в этом же Вся и фишка Вы что думаете Государство будет За это платить Ну давай Отметим еще Что еще одной из мер Направленных На повышение Рождаемости В Российской Федерации Станет запуск В российских регионах Программы Сексуальной грамотности Для подростков Вообще Это обычно наоборот Работает Ну вот так вот Понимаешь На Бармьер В Ханты-Мансийском Автономном округе Решили проводить Специальные мероприятия Направленные на Цитата в кавычках Популяризация И укрепление Традиционных Семейных ценностей Профилактику Разводов Ценностной основы Повышения Рождаемости Господи Ценностной основы Повышения Рождаемости Имеет ли хоть Что-то из этого Отношение к секс-просвету Просто вот Бизнес-новости Под серебряным дождем Выдыхаем Что посмотреть Диктофончики Ручки Блокнотики Если что Не понадобится Зайдите потом На дзен Серебряного дождя И сможете Собственно Списать Все то Что озвучит Сейчас Татьяна Анатольевна Только не списываю Слово-слово Как говорится В меме Да Обзор Традиционный сериал Татьяна Что посмотреть Хотел сказать Лонгридов Лонгвочей Лонгвочей Кстати да Лонгвочей Мне нравится Нормально Можно Тайтлов Сейчас многие говорят А лонгтайтлов Нет Просто тайтл Титл Именно тайтл Это вообще Заголовок Нет Это не заголовок Это терминология Первоначально По-моему Из аниме Пришедшее Вот там Собственно Каждое новое аниме Называлось Тайтл Ну и называется И как-то Это вот так Перешло Что в принципе Каждый новый сериал Многие называют Сейчас тайтл Ну да Спасибо Я не в курсе Я не в курсе был Честно Просветила старика Да я тоже Когда-то не в курсе была Я не скажу Что тоже Очень давно Это для себя открыла Что по тайтлам У нас тогда Да Давайте посмотрим Что нового есть Вот на Netflix На этой неделе Например Премьерит сериал Тела Который наверное Самым любопытным Является Как раз таки На этой неделе Начинается он 19 октября Тела Репортаж из Морга Нет Нет Просто тела Это такая Такой Триллер детектив При этом фантастический Который В нескольких Сразу Временах Развертывается В общем Лондон Там по-моему 19 век Примерно 80-е года 2000 Десятые года Уже Ну 2010 По-моему И будущее Где-то 2050 Когда уже Постапокалипсис Происходит в мире И Так В каждом времени В Лондоне В одном и том же месте Находят тело Одного и того же человека И 4 следователя Представители полиции Которые в тот момент Работают Над этим делом И расследуют Они как бы В какой-то момент Понимают Что Ну они находят Просто там Архивы Например старые Понимают Что это у человека Уже находили Примерно там Много лет назад Слушай Забавно И начинают В общем-то Расследовать Что происходит А почему Один и тот же человек В разных временах Оказывается мертвым На одной и той же улице Лондона И что это вообще за человек И что происходит вообще В принципе В общем самое неприятное Что он мертвый У него не спросишь У него не спросишь Он молчит Молчит Три диска эдакая Поэтому это вот такая Вот головоломка Это наши сняли Нет Это естественно Это Netflix Это Америка Насколько я понимаю По-моему Может быть Как еще раз Подожди Сериал называется Тела Так что вот посмотрите Мне кажется Это наверное Самое такое яркое Премьерное Да Что есть на этой неделе 19 октября Он начнется 19 же октября Начнется сериал Который Парамоунт Представляет Называется Сожженные девочки Он поставлен Насколько я поняла По какому-то бестселлеру Книжному естественно Кстати Тела по-моему Тоже это экранизация Если я не ошибаюсь Так вот Сожженные девочки Рассказывают Про маленький Такой американский городок Ну знаешь Как это всегда бывает Куда приезжает Новый пастор Это женщина Она приезжает туда Со своей 15-летней дочерью И во-первых Она пытается Естественно Как-то подружиться С местными жителями Стать частью этой общины Что довольно сложно Потому что Маленький городок Все какие-то Озлобленные Все друг про друга Судачат Ну вот это Знаешь Про маленькие городки Всегда примерно Одно и то же Рассказывают И это наверное Отчасти правда Но тут есть Небольшая загвоздочка В том что Когда-то давно В этом городе Там сожгли В общем-то Верующих Какое-то количество Там две девушки Особенно были молодые Католички их Когда-то там Из-за чего-то Вот Покарали Довольно жестко Потом там 30 лет назад Исчезли еще Две девочки Подростка А последний пастор Который был вот Перед этой женщиной На службе Он покончил жизнь По-моему самоубийством В общем какая-то Пастор покончил жизнь Самоубийством Какая-то мистика И какие-то нехорошие события Вокруг всего этого городка Ходят Вот видимо Новый пасторш Можно ее так назвать Не знаю Наверное можно Ну Женщине пастору новому Женщина служитель культа Ну может быть так Религиозно Вот Ей в общем-то Наверное придется Со всем этим разобраться Ну и параллельно Как-то Еще и жизнь свою В этом маленьком городке Наладить Сожженные девочки Называется сериал Такой Драматический триллер Наверное ближе 19 октября Начинает Да Выходит на парамаунте 19 октября Еще стартует Российский сериал Я знаю что его очень многие ждали Я знаю что его очень сильно Пиарили Рекламировали Называется он Убить Риту Если что Я сейчас не про нашего шеф-редактора Риту Прости Мы тебя любим Маргарита Михайловна Мы с тобой Мы не против тебя Никоим образом Вот Убить Риту В общем-то Это такой Наверное Можно сказать Ну не ремейк точно Наверное Амаш Во все тяжкие Потому что там речь идет Про Маргариту Которая когда-то была Учителем химии Но у нее случился Роман с учеником Ее естественно Из профессии Ай-яй-яй-яй-яй Убрали Мягко говоря Она какое-то время Не знала куда деться Устроилась работать Уборщицей И в этот же момент Так как она все-таки Химик И довольно хороший химик Она изобретает Очень классное вещество Которое Отмывает буквально все То есть она-то его Для работы Для своей изобретает Ну и чтобы денег Может быть потом заработать Ну хорошо Хоть такое Но тут выясняется Что это замечательное вещество Отмывает не только грязь Там въевшуюся копоть И все что Ее убить И видимо это изобретение Присвоить Поэтому она будет Спасаться от бандитов И от других каких-то людей Пытаться выжить Как-то В общем такой Очень яркий Криминальный фильм Криминальный сериал Пошла бы в наше родное ФСБ Ей бы там сказали Добрый Здравствуйте От полицейских Она тоже будет естественно Убегать Ой от них тоже будет А что от полиции От полиции бегать нельзя Как известно Это неправомерные действия Ну умолчим Потому что мало ли что Она там может быть Нелегальная Это вещество там Производится Или еще что-то Мы в курсе Что Рик и Морти Седьмой сезон Вчера вышел Да вчера вышел У него кстати Очень плохой сейчас рейтинг Пока народ информации Насколько я знаю Да прямо Не зашел Ну он самый низкий За всю историю вообще сериал Там что-то около 30% Когда по-моему Первые сезоны Где-то на уровне 79% были Очень мало Ну а тут же ушел Один из создателей Потому что Его обвинили В домогательстве Даже по-моему В домашнем насилии Его обвинила Его бывшая девушка Дело закрыли После двух месяцев То есть Разбирательств Ничего не нашли Его оправдали Но тем не менее Почему-то вот Канал Который производит Рик и Морти Решил с ним Все равно Расторгнуть контракт Окончательно А этот же человек Помимо того Что был сценаристом И писал наверное Большинство вот этих вот серий Он еще и озвучивал И Рика и Морти Так что теперь Сериал вышел И без него Как сценарист Там какие-то новые актеры Которые озвучивают Да Персонажи В общем видимо Это тоже повлияло Ну и надо сказать Уже седьмой сезон Ребята Но Уже Можно было ожидать Того что сериал Будет немножко портиться Это уже Нормальная наверное Ситуация Ладно да Продолжим Да кстати про мультсериалы Тут вот кинопоиск Выкатил Тоже 19 октября Выйдет Новую свою премьеру Мультика для взрослых Ну я не о том что Ну понятно Я имею ввиду что он 18 плюс И это примерно Как раз таки наверное Конкурент Рику и Морти Потому что это Так очень стебный проект Про семью Объяснялкиных Который в общем Подписывает Такой кабальный контракт С одним из стриминговых сервисов Чтобы вести шоу В общем где они будут Все объяснять Ну а не объяснялкина Ой как мне напоминает Наш сериал Когда Ты сейчас поймешь Когда пара супружеская В итоге Вынуждена была Снимать горячее видео Чтобы Ну там у них были проблемы Там с кредитами что ли Чем нужно было отдать Какую-то крупную сумму Он не видел такой сериал Ну очень известный Там известный актер играет еще И по-моему кстати актриса Тоже очень известная Чуть ли не Лядова Та же самая И они специально значит Занимаются всем этим делом На камеру Там они еще занимаются В коробке себе одевают На голову С прорезями Как роботы Набирают топы Значит просмотров И чтобы вернуть деньги Они какие-то такие Большие деньги Слушатели вы понимаете Наверняка о чем я говорю Подскажите мне пожалуйста Название этого сериала Буквально полгода Или год назад он вышел Я тут даже вот наверное Очень забавно Так вот объяснял В общем-то они подписывают Кабальный контракт Со стриминговым сервисом В какой-то момент Понимают что Все очень плохо И вот этот вот шоу Неличная жизнь Прости Танюш Неличная жизнь называется Посмотри Даже не помнил Вообще Такой кайф просто Неличная жизнь Ну да возможно Слядывай Так вот В общем-то согласно договору Еще что самое забавное Вот этой семье Нельзя стареть Умирать Нельзя как-то меняться Нельзя взрослеть Ну это мультипликация Вы понимаете Тут такой как бы Идет мультимир Так скажем Который объединяет И наш И вот этот мультипликационный И в общем Вот эти мультяшки Они решают Они пошли бы вы все к черту Такой контракт Мы может и заключили Но он нас не устраивает И в общем они решают Что будут саботировать Это свое шоу И будут творить Всякую дичь Чтобы их поскорее Оттуда выгнали И этот контракт С ними разорвали В общем это будет Довольно весело Там такая семья Там папа, мама, дети Дедушка какой-то Очень смешной Все они творят Какую-то лютую Действительную дичь Там от криминала До каких-то просто Странных шуток И кстати В озвучке Участвуют Довольно известные Герои Так скажем Озвучание Вот тот же Самый Сын Дук Который озвучивает Рик и Морти Например В российском Эквиваленте Скажем так Они Он занимается Тоже этим проектом Озвучивает персонажей Так что там Я думаю Знакомые Голоса Услышите В общем-то Объяснялки Начинаются 19 октября Мне кажется Вот осенью Не хватает Очень таких Юмористических Проектов И очень хорошо Что они появились На самом деле Посмотрим Как раз Перед выходным 19 четверг Да Еще Надо сказать Что я на прошлой неделе Вам рассказывал Про сериал Теории больших денег Про гениального математика Который вычислил Исход футбольного матча А потом Понял Что всех обманывает Вот эта вот Мафия Которая Занимается Букмекерством И начинает с ними То ли бороться То ли мафия Начинает с этим математиком Бороться Так вот Он должен был выйти На прошлой неделе Но что-то По каким-то Техническим В общем Причинам Он почему-то выходит Все-таки на этой На той он так и Не стартовал Напомню еще раз Теория больших денег Он называется Стартует 19 октября На Иве И еще есть Пару мультиков Тоже для взрослых Одно из них 19 Один из них А давай мы Может оставим их Напоследок Как ты считаешь А ну хочешь Давай Сейчас послушаем У нас как раз По поводу Будущих прорицателей Children collide Future monks Что посмотреть Напомню Если вы пропустите Все то что сейчас Озвучивают Все эти сериалы Новинки Озвучивает Татьяна Анатольевна Пожалуйста Зайдите на Дзен Серебряного дождя Рекомендуем кстати На него подписаться Это будет полезно Там очень много На самом деле Интересных материалов И от наших ведущих Выкладывается Просто какие-то Интересные подборки Какие-то Материалы Связанные с датами Интересными В общем там много всего Заходите обязательно Такое заэфире письменное Ну да Такое небольшое Можно сказать Блок редакции Блок редакции Да тоже можно так сказать Что у нас на закусочках Что еще Да пару сериалов Я обещала Пару мультсериалов Даже я обещала Показать Так вот 19 октября Начинается Тоже мультсериал Который называется Царство падальщиков Ого Это такое Фантастическое Такое произведение Про путешествия В космосе Там речь идет Про космический корабль Который Неожиданно Изменяет маршрут И в общем-то Исчезает с радаров Его все ищут А он тем временем Терпит крушение На какой-то Неизведанной планете Экипаж Выходит Естественно Из этого корабля Понимает Что планета вокруг Какая-то невероятно красивая Сначала им все Очень нравится Но потом выясняется Что За этой красотой Скрывается Недружелюбие Жуть какая-то Да Планета довольно опасная Населена какими-то Неприятными существами Которые хотят То ли убить То ли еще что-то сделать Вот С членами экипажа Потерпевшего Крушение корабля И видимо Они будут пытаться Там как-то выжить Починить свой корабль И улететь уже оттуда И что вот из этого выйдет Посмотрим Если вот взглянем На сериал Царство падальщиков Еще раз Начинается он 19 октября Такая современная анимация Довольно мрачная Кстати Очень похожа на Фантастические Какие-то фильмы Последних лет Я думаю Любителям фантастики Должно зайти Очень сильно И есть еще Мультсериал Который называется Капитан Лазер Хоук Тоже 19 октября Выходит на эту неделю Практически все Выходит 19 октября Это я думаю Лазерный Птиц Это вот это Хоук Орел Даже не орел А это ястреб Скорее всего Лазерный ястреб Получается Сокол ты наш Орлов Орел ты наш Соколов Это тоже Такой фантастический Мультипликационный Сериал Который выпускает Нетфликс Там речь идет Про альтернативный 92 год 1992 год Когда значит США уже Распались Вместо них Возник Такой технократический Эдем Ну Эдем Это прямо Название государства И в общем-то Им управляет Пропаганда И коррупция Чего-то напоминает Да Ладно Промолчим Кто в 91 Случился Это 92 Ну да В общем-то Главный герой Суперсолдат Вот этот Дольф Лазер Хоук Практически Которого Придала любовь Всей жизни И он сейчас Оказывается В тюрьме Строгого режима И чтобы выжить Ему предстоит Собрать команду Из таких же бедолаг Как он То есть там Какие-то фантастические Существа Непонятные Какие-то смешные люди Ну в общем Вот так Как всегда Собирается команда Из разных недотеп Ну на самом деле Каждый из них Крут в какой-то Сфере В своей сфере Да-да-да И вот им нужно Из этой тюрьмы Теперь выбраться Как-то Вообще В принципе Выжить И в конце концов Даже вот этот Вот Лазер Хоук Должен вообще Возглавить Изгоев повстанцев А может быть Даже и вот эту Технократию Попробовать свергнуть Это уж неизвестно Как у них там пойдет Оставайся мальчик С нами Будешь нашим королем Вот да Примерно об этом и история Еще раз Мультсериал Называется Капитан Лазер Хоук Кстати тоже такая Мрачная довольно Мультипликация С большим количеством Всяких сражений Убийств Крови В общем Такое все Ну то есть взрослая Такая же Это да Это тоже взрослая Мультипликация Это у нас Кто выпускает Нетфликс Нетфликс Ну смотрите-ка Нетфликс Как у нас штампуют В том числе и Мультипликационный сериал Молодец У них с этим все хорошо Все Татьяна У нас обзор На эту неделю все Отлично Заходите еще раз Напомню На Дзен Серебряного Дождя Там сможете посмотреть Обзор с краткой аннотацией Каждого сериала Также с даты выхода Если вы вдруг Не зафиксировали сейчас Да я кстати могу Заодно вам рассказать Что я тут досмотрела Сериал Ходячие мертвецы Дэрил Диксон Это такое продолжение Ходячих мертвецов Только про одного Из основных персонажей Который теперь делился У него вот Свой собственный сериал Я знаю как минимум Одного человека Который сейчас точно Принук в приемник Он меня возит как раз с утра Потому что он уже Третью неделю Ходячих мертвецов досмотрит Он сейчас добрался До девятого Или до десятого сезона Он говорит Я уже не могу Там уже все плохо Там уже все очень плохо Вот он говорит До Дэрила добраться Да Дэрил это кстати Очень хорошо До этого Летом вышло по-моему Как раз Еще одно продолжение Которое Рассказывало про героев Тоже Нигана и Мэгги Вот там все очень плохо А вот в случае С сериалом про Дэрила Все прямо удалось Вчера я финал посмотрела Смотребельно Как говорится Да Вполне смотребельно Вполне прилично Насколько я знаю Этот сериал делал Другой шоураннер Вообще никак не связанный С ходячими мертвецами И дело там Разворачивается во Франции И все вот это Видимо дало Какое-то все-таки Новое какое-то развитие Немножко во франшизу Вздохнуло Потому что И сеттинг поменялся И подход немножко поменялся Этот получился такой более Я бы сказала Философский даже Наверное сериал Чем все предыдущие В общем Его прям могу Вот посоветовать Кто оригинал любит Посмотрите Думаю получите удовольствие Ну отлично Тогда скажем Что буквально через несколько минут Мы Райду будем приветствовать В студии Варвару Шалитов Архитектора дизайна Поговорим о том Как обустроить интерьер Это нелегкая тема Для вторника Такого серьезного На самом деле дня Но серьезочка тоже будет Конечно же в 9 утра Скрытые линии с Павлом Дубравским Немножечко политических разговоров От этого Никуда не денешься Плюс 7903-7976-333 Таковы координаты прямого эфира Си